Ну а сейчас в нашей студии гость, и я предлагаю прямо сейчас к нему присоединиться. Правильно, мы с тобой так и поступим. У нас в гостях Вера Владимировна Павлова, врач-методист Центра медицинской профилактики Министерства здравоохранения Республики Крым. Повторюсь, мы уже говорили о том, что дети собираются в школу, совсем скоро прозвучит первый звонок. Но вот на самом деле не только карандаши и ручки им нужны, а еще и медицинские справки. Да, и хотелось бы узнать, как именно и что для этого делать. Вот для этого мы и пригласили гостя, который нам все-все расскажет. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Традиционный вопрос. Как началось ваше утро нового дня? Благополучно, вполне. Я приехала к вам в такую замечательную студию. У вас есть кто-нибудь, кто собирается в школу, в вашей семье? Нет, меня нет. У меня уже взрослый ребенок. Мы традиционно знаем, что для того, чтобы пойти в школу, нужно купить тетрадки, ручки, карандаши. А вот по поводу медицинской подготовки, что родители должны знать, как подготовить своего ребенка? Ну, на самом деле, мы сегодня встречаемся уже довольно поздно для того, чтобы готовить ребенка к школе. В этом плане можно сделать какие-то последние приготовления, которые не успели сделать. Вот. Ну, естественно, родители, у которых детки идут первый раз, они обычно наиболее насторожены. Им, они уже давно должны были подойти в школу, узнать и собрать те медицинские документы, которые им нужны. Какие же это документы? Ну, это обычно медицинский осмотр определенной формы. Детки, которые посещали детский садик, обычно это не встречает затруднений, потому что это все делается заранее. Вот. Ну, поскольку по законодательству у нас на образование право имеют дети любые, абсолютно, с любым состоянием здоровья, там только решается вопрос о том, будет ли ребенок посещать школу, или он будет какое-то другое обучение проходить. То есть это абсолютно все дети имеют право на образование. Вот. Ну, детки, которые не первый раз идут, они уже в течение года привыкли. Вот. То есть у них еще меньше затруднений. Единственное, что, конечно, что нужно ребенку, это нужно определить группу здоровья, по которой он может посещать занятия физической культурой. Именно группу здоровья. На самом деле у нас... Вы можете пояснить, вот группа здоровья, что она определяет? Сколько раз подтягиваться, сколько отжиматься? Нет, она определяет, какой вид занятий он будет посещать. То есть это общее занятие. Ребенок не имеет ограничений. И по программе, которая есть по физкультуре, разработана определенная программа, он может свободно ходить. Либо он будет посещать с какими-то ограничениями, либо это специальная или лечебная группа. То есть, грубо говоря, ему, например, нельзя бегать или нельзя приседать. Ну, не бегать или приседать. Есть просто уровень физической нагрузки. Бегать или приседать – это один вид просто упражнений. А на самом деле это зависит от уровня физической нагрузки. То есть ребенок, в каком темпе он может присесть. Ведь мы все эти, на самом деле, движения делаем в обычном быту. То есть данная ситуация имеет в виду степень нагрузки. Преподаватели это знают. Ирина Владимировна, вот очень актуальный вопрос, я бы даже сказал злободневный. Пустят ли в школу без прививок? Значит, я еще раз сказала, что право на образование имеют все. Пока на сегодняшний день... Да, законодатели обсуждают различную ситуацию. Но пока на сегодняшний день имеет место такое ограничение, что могут отстранить от занятий ребенка, непривитого по определенному заболеванию, в тот момент, когда имеет место эпидемия или вспышка данного заболевания. О каких заболеваниях мы говорим? Мы говорим об инфекционных заболеваниях. Ну, я не как все от инфекционных. Вот любых, от которых существует вакцинация. Вакцинация существует далеко не от всех заболеваний. То есть, например, от полиэмилита, если эпидемия возникла, с полиэмилитом, более тонкая история. Все знают, что было ограничено. Причем на время именно этой эпидемии. Ребенок должен быть обеспечен либо вакциной, то есть, если он по каким-то причинам не был привитвен. Существуют медицинские отводы. Просто сейчас ситуация такова, что существуют так называемые отказники без повода. Вот просто на каком-то собственном убеждении. А существуют медицинские отводы. То есть, этому ребенку нужно обеспечить занятие на дому. Он в школу ходить не будет на время этой эпидемии или вспышки. С полиэмилитом ситуация была несколько иная. Полиэмилит крайне тяжелое заболевание, которое не протекает без осложнений, к сожалению. То есть, не обязательно это смертельно, но это обязательно будут осложнения. И была вспышка. И прививали детей именно для того, чтобы они не заболели. Но поскольку вакцина от полиэмилита живая, то ребенок, который не привит, может пострадать от этой вакцины. Тогда не возникает какого-то развернутого заболевания, но все равно ухудшение состояния может быть. Поэтому с целью защитить детей непривитых от свежепривитых был ограничен доступ. Но он же ограниченный. Понимаете? То есть, это не значит, что ребенок не будет учиться. Вот есть сроки, да, привили детей в школе. И существует определенный срок, на который ребенок по какой-то причине, либо он непривитой, либо отказник, не будет посещать. Потом он выйдет и будет снова посещать этот же класс. Вот вопрос касательно ветреной оспы. Сейчас, я знаю, активно стали прививать от нее. Но в мое время говорили, нет, что-то ребенок должен обязательно переболеть, и тогда будет иммунитет и никогда не заболеть. Как сейчас? Ситуация заключается в том, что изменяется уровень здоровья. К сожалению, он изменяется не просто в сторону, допустим, ухудшения, нельзя сказать, но модифицируется. Да, сейчас, допустим, реакция организма ребенка на то или иное заболевание отличается. Не всегда, еще раз подчеркиваю, есть люди, которые абсолютно классически переболевают и дети, их таких большинство. Но могут быть отличия. Мало того, еще и вирусы имеют привычку. Конечно, вирус ветреной оспы, он достаточно медленно модифицируется, не так, как вирус гриппа, но могут быть какие-то нюансы. И поэтому для того, чтобы избавить ребенка от тяжелого течения этого заболевания, предлагают внести эту прививку в календарь прививок, чтобы ребенок просто не заболел. То же самое касается, я полагаю, паратита и краснухи. Паратита и краснухи, вакцинация паратита и краснухи входит в календарь обязательных прививок. Слово «обязательный» – это значит то, что государство обязано предоставить родителям данную вакцину в положенные сроки. А как сейчас обстоят дела? Есть вакцины? Ну, насколько я знаю, проблем не было. Насколько это мне известно. Это не может не радовать. Это действительно хорошая новость. А вот что касается еще таких документов. То есть мы с вами обсудили эту самую страшную прививную карточку. Она абсолютно не страшная. Страшная. Просто очень многие боятся. Конечно, боятся почем зря, но тем не менее... Дело не в этом. Дело в том, что это просто занимает у родителей достаточно большое количество времени. В наш такой бурный век, вот в этом заключается ситуация. Кроме того, и ребенок, когда идет впервые в школу, да, он предоставляет эти документы. Затем ребенок должен получить диспансеризационный осмотр, да, то есть проследить за здоровьем ребенка. Это не значит, что это нужно сделать 30 августа. То есть определенный... Есть такое правило. Ребенок осматривается определенными специалистами в связи с определенным возрастом. И вот родители просто, чтобы не вызывать ажиотаж, знают, что ребенку исполнилось 7 лет. Обратились к педиатру. Каких специалистов должны в этом возрасте смотреть? И в течение года осматриваются. И приходят в следующий класс с этим документом. Непосредственно вот документ, который нужно к 1 сентября предоставить, это для того, чтобы учитель физкультуры знал, как нагружать ребенка на уроке физкультуры. Все остальное можно сделать заранее. Так же, как в течение года можно приобретать тетради в клеточку, в полосочку. Единственный вопрос это о том, что дети растут по этому форму. И обувь родители не могут купить сильно заранее. Но некоторые покупают по 3-4 раза в год. Поэтому ажиотаж, который у нас возникает перед школой, вызван нами самими. И мы все хотим все сделать в последний момент. Ира Владимировна, и у нас осталось буквально 15 секунд. Мало, но тем не менее, я вас прошу обратиться ко всем, кто идет в школу, кто начинает новую жизнь, школьную уже. Желать им здоровья. Я желаю здоровья. И я желаю душевного спокойствия. Не нужно переживать. Все детки должны выучиться и будут выучены. И самое главное, это чтобы родители верили в своих детей. Я добавлю, что самое главное, чтобы дети были здоровы. Напоминаю, в гостях нашей студии Вера Владимировна Павлова, врач-методист Центра медицинской профилактики Министерства здравоохранения Республики Крым. Ну а мы идем дальше. И с удовольствием хотим предоставить нашим крымским телезрителям информацию, которая происходит на территории нашего Крымского полуострова. Но находится сама эта информация в интернет-сегменте.